Физкульт привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Сегодня специальное видео. На самом деле это видео ответ на вопрос одной из подписчиц, который набрал очень много лайков, я так думаю, и уверен, что очень много девушек, женщин тоже мучаются и задаются этим вопросом. А так как специалистов очень-очень мало, грамотных специалистов, то, естественно, я попросил своего друга Алексея Калинчева, одного из лучших грамотных специалистов в этой области, доктора, эндокринолога, гинеколога, который грамотно, насколько возможно, даст вам ответ на этот вопрос. Тема пойдет о том, чем отличается гормонозаместительная терапия от контрацептивов. И чего стоит бояться на самом деле. Здравствуйте, меня зовут Алексей Калинчев, я врач, эндокринолог, гинеколог-эндокринолог, нутрициолог и диетолог. Я достаточно давно работаю уже с Егором Рубановичем, мы вместе делаем различные материалы, пишем видео, текстовые материалы для него готовлю. Вот сейчас, после выхода очередного видео по поводу «Заместительной гормональной терапии для мужчин и для женщин», там на сайте появился вопрос. И Егор попросил меня на него ответить именно в видеоформате, что я сейчас и сделаю. Но для того, чтобы всем было понятно, о чем речь, я сначала зачитаю, естественно, этот вопрос со своими комментариями. Около пяти лет, значит, вопрос от девочки 24 лет по поводу оральных контрацептивов и «Заместительной гормональной терапии», но в том, в таком формате, как она это понимает. Возможно, из-за нескольких некорректного формата задания вопроса я был введен в заблуждение, то есть могу что-то напутать. Но что сделаешь, это мы решим с ней, если она обратится напрямую. Значит, девушка порядка пяти лет принимала оральные контрацептивы, которые были назначены по поводу поликистоза яичников, поставленных по УЗИ. И за эти годы, как она пишет, ничего не изменилось. Значит, по поводу диагноза поликистоз яичников. Этот диагноз часто ставится, мягко скажем, от фонаря, без всякой клиники. Просто по данным УЗИ врачу, гинекологу или УЗИсту там могло показаться, что есть данное заболевание. Но это не совсем корректно, поэтому, если вам кто-то говорил такой диагноз, а вы при этом себя прекрасно чувствуете, ничем не страдаете, ни нарушением цикла, ни бесплодием, тем более, то коррещу диагноза у вас такого нет. У вас более корректно здесь термин мультифолликулярные яичники, то есть в яичниках находится много, множество различных фолликулов, небольшого размера, причем это не критично. Девушка пишет, что на отмену оральных контрацептивов месячные не идут, даже после дюфастона матка маленькая. Дюфастон это препарат, содержащий в себе прогестерон, гидрогестерон, его название активного вещества. Ну, причем здесь маленькая матка и дюфастон, честно говоря, мне непонятно. Может быть, речь идет про инфантильную матку, то есть она у нее как бы не развитая, но это совершенно другое состояние, опять-таки, все диагнозы, судя по всему, в кучу или в кашу, можно и так сказать. Начинать пить оральные контрацептивы больше она не хочет. И правильно делает, потому что оральные контрацептивы просто так пить не надо. А в данном случае речь идет как раз, что особых показаний-то и нет. Их правильно пить, когда есть, например, после оперативного вмешательства, по поводу, например, функциональных кист, эндометриоза, кровотечений каких-то. Ну, обычно на 2-3 месяца вполне достаточно, но никак не постоянный, как мы называем, хронический прием, когда вот именно уместен термин, такой ненаучный, сажают на оральные контрацептивы. Вот сажать на них не надо. Вот, а за их назначение я бы сажал. Простите за медицинский юмор. Девушка спрашивает, вот начала уже принимать фитоэстрогены и фитопрогестины, грамотно, кстати, их называет, и думает, будет ли что-нибудь у нее от этого восстановится или нет. Ну, чтобы понять, что такое фитоэстрогены и вообще все всякие фитогормоны, ну, это все пустышки. Если и будет какой-то эффект от приема фитоэстрогенов, то, скорее всего, у мужчин в виде снижения их мужского я. Вот в таком ключе это уместно говорить. Но у женщин крайне маловероятно, что какой-то будет благоприятный эффект. Поэтому они продаются обычно в свободной продаже именно как БАДы, как нутрицептики, потому что они не представляют никакой потенциальной вреда для женского организма. Ну, и для мужского на самом деле тоже, потому что с их отменой все вернется назад. Значит, врачи не поддерживают ее желание заниматься спортом и фитнесом. Ну, вы мне покажите врача, который сам занимается спортом и фитнесом. Все известные мне врачи максимум катаются на горных лыжах одну-две недели в году, ходят иногда в бассейн и ходят иногда на занятия йогой и пилатесом. Назвать это спортом, ну, даже физкультурой сложно, потому что это, как правило, крайне нерегулярно. И врачи, по крайней мере, на территории постсоветских государств не являют собой пример здорового образа жизни, зожа и так далее. Еще до недавнего момента врачи сами все пили и курили. Я знаю многих врачей, которые работают в антивозрастной медицине и курят и пьют больше, чем большинство их пациентов. Поэтому не надо, надо понимать, когда ты получаешь какие-то рекомендации, советы, то кто тебе их вообще дает. Если их дают люди, которые сами не занимаются спортом, ну, конечно, будет, скорее всего, рекомендация, если чуть что, сразу спорт бросить. Я об этом, кстати, очень много пишу. Кому интересно, можете почитать на моих страничках в интернете. Девочка жалует, что никто не хочет вникать в ее анализы. Но я вам открою тайну, в анализах ее нет ответов. То есть анализы у женщин, как правило, на половые именно гормоны ничего не покажут. Отклонение в анализах будет только, когда менопауза у женщин наступит, а до этого там будет все в рамках статистической погрешности. Посмотрите на широкую норму сбоку, и вы поймете, что практически все состояния будут туда попадать. И в основном все анализы назначаются с банальной целью получения выручки. То есть у каждого врача в коммерческом медицинском центре есть план по выручке, то есть по тому, сколько пациент оставит денег в кассе этого медицинского учреждения. И если вы понимаете специфику работы гинеколога, гинеколога-эндокринолога, то там вся выручка идет именно от анализов, потому что больше не на чем ее делать. В этом полоте отсюда такое безумное количество анализов, которые вам назначают. Большинство этих анализов ни один человек на свете прочитать в принципе не может, потому что нет понятной интерпретации этих анализов. Есть так называемый стероидный профиль, достаточно подробный профиль половой гормонов, но никто не в состоянии его прочитать. Не потому что люди безграмотны, а потому что непонятно, что с этим делать. То есть можно много чего обследовать. Вот в одной из не самых крупных лабораторий в России реклама идет по радио, там говорят, что 3000 анализов у них существует. Представляете себе? Много можно чего сдать, и какие-то показатели у вас окажутся отклонены от нормы, но это не облегчит постановку диагноза, поверьте мне. Это уведет вас в никуда. И девочка сетует, кому обращаться, ей 24 года, повторюсь, а чувствует она на 45 лет. Что мне ответить? Людей, которые разбираются в гинекологической эндокринологии, очень-очень мало. Почему? Потому что это достаточно интеллектуальной области в медицине, точнее, это смежная специальность между гинекологией и эндокринологией. То есть человек, который занимается, работает в этой области, должен иметь два образования. Он должен быть акушером-гинекологом и он должен быть эндокринологом. Это как минимум я не беру другие там нюансы. Это достаточно сложно, долго и дорого. У меня, например, такое есть образование, но оно было получено не сейчас, оно было получено лет 15 с лишним назад. Я не уверен, что сейчас бы я пошел на такое образование, потому что это в нынешних экономических условиях это не оправданно, это не окупится просто. И даже если человек получает такое образование, то надо иметь достаточно хорошую голову, аналитические способности, чтобы уметь анализировать, уметь думать и так далее. Никаких шаблонных решений здесь нет, никаких готовых алгоритмов здесь нет. И поэтому вот любовь находить ответы в анализах, в картинке на экране там УЗИ, аппараты и так далее, здесь не работает. Женский организм очень сложно устроен, в отличие от мужского, да. И вот мужчин часто можно лечить по анализам, хотя я противник такого подхода, но при определенных нюансах это возможно. Женщин точно нет, потому что, как я уже много-много раз говорил и писал, практически всегда женщина попадет в статистическую норму и по тестостерону, очень главному, важному гормону для женщины, и по остальным гормонам, страдиолу и прогестерону. Ну а вот этот мультистероидный профиль, стероидный профиль, его прочитать никто не в состоянии, поэтому сдавай-не сдавай – это бессмысленное занятие. Большинство врачей просто его в руках подержат, этот бланк и в сторону отложат, потому что он будет не в состоянии его расшифровать, интерпретировать. Я повторюсь, это не в состоянии делать вообще никто, кроме ученых, кто сами эти анализы как бы делает, как врачи-лаборанты, но они не в состоянии, они не лечат людей, а они именно занимаются лабораторной диагностикой. То есть отдельная область медицины называется лабораторной диагностика. Это тоже медицинская специальность, высшее медицинское образование, но она не прикладная, и это абсолютно бессмысленное занятие. Что делать такой девочке, как и всем подобным девочкам? Ну, найти своего врача, рецепт, который я выписываю абсолютно всем. Хотите, обращайтесь ко мне, хотите, обращайтесь к другим специалистам, кого вы знаете, можете найти, ну, обычно решение тут очень простое. Надо лечить человека, а не диагнозы. У девочки однозначно есть жалобы. Она написала, что в 24 года она чувствует себя хуже, чем, точнее, на 45 лет, да. Ну, скорее всего, у нее нет сил, у нее нет энергии, у нее низкая либидо, у нее нет, наверное, депрессии есть и так далее. Ну, то есть у нее классические жалобы дефицита тестостерона, а это вызвано чем? Длительный прием оральных контрацептивов подавляет функцию яичников, а яичники вырабатывают как раз этот гормон в том числе. Оральные контрацептивы не несут в себе внутри тестостерона, крайне редко содержат какие-то гистогены, ну, то есть второе производное с тестостероновой активностью, с андрогенной активностью это называется. Почему? Ну, потому что так сложилось, я об этом тоже много достаточно пишу и говорю. Гинекологи классически считают тестостерон самым большим врагом женского начала и борются с ним беспощадно. Если, не дай бог, у вас в анализах будет он повышен, или у вас будут какие-то внешние признаки, что и у вас его много, ну, угревая сыпь, там, волосатость повышенная, еще там что-то, они посчитают, что это вызвано тестостероном, то вам, скорее всего, назначат вообще оральные контрацептивы с антиандрогенным эффектом, ну, например, с таким гистогеном, как цепротерон-ацетат, ну, классический пример это Диан-35, например, и там уже дженерики появились, купила. Это вообще самый тяжелый для вас вариант. Ну, на самом деле любой оральный контрацептив, он будет подавлять выработку тестостерона в вашем организме. Таким же эффектом обладают мини-пили, такой есть класс, это когда один гистоген содержится, влагалищные кольца тоже, таким же эффектом обладают, но они гормонально активны, спирали с левоноргистрелом, мерена, вот бренд на рынке есть, всякие импланты, которые вот в виде инъекции подкожно там вводятся, это тоже, это гистогены чистые обычно. Вот все они обладают абсолютно одинаковым эффектом, они приводят к подавлению выработки тестостерона. Ну, и со всей этой характерной клиникой упадка сил, депрессии, слабостью, сонливостью, когда женщине неприятно прикосновение, как они описывают, прикосновение там любилого мужчины, когда ее все бесит, все вызывает раздражительность, она все время хочет в слезы плакать сильно, там непонятно, без всякой мотивации, да, вроде все в жизни хорошо, а ей плохо, причем она часто это понимает, и мне когда пишут свои жалобы, они это понимают, что вот нет никакой причины объективной, чтобы ей быть в плохом настроении, она знает, что у нее идеальная семья, муж ее там на руках носит, дети прекрасные, вообще все хорошо, а ей плохо. Вот это часто и есть результат такой терапии. Что здесь можно сделать? Ну, обычно это назначают, это, конечно же, отмена оральных контрацептивов, если они были назначены не по жизненным показаниям, о которых я говорил выше, то есть там, например, после, ну, условно жизненно, да, то есть это после операции какой-то по гинекологии, там, после, для лечения функциональных кист, там, и так далее, но это 2-3 месяца, ну, не дольше, как правило. Вот, а если назначили просто вот с лечением мифического подликистоза яичников, поставленного по УЗИ, там, или как с целью контрацепции, и так далее, да, то их, конечно, надо отменять, контрацепцию надо выбирать в виде или презервативов, что очень актуально с учетом эпидемии ВИЧ и гепатитов, да, в виде простых спиралей без гормонов, или прерванный половой способ, или календарный метод, ну, в каких-то комбинациях, да, и не забывайте, что у большинства людей и так снижена фертильность, они лечатся от бесплодия, и мужья часто тоже страдают бесплодием или низкой фертильностью, поэтому многие предохраняются вообще непонятно от чего и зачем, вот, то есть это тоже надо, надо все в совокупности учитывать, да, вот, перед тем, как предохраняться вообще от мужа своего, неплохо бы мужу сдать спермограмму, возможно, там и нечего предохраняться, очень часто так и бывает, на самом деле. Значит, отменяем, первым этапом повторяю, отменяем моральные контрацептивы, далее что, далее, очень, как обычно, хороший эффект оказывает прием тестостерона, не называя препаратов и ДОС, чтобы самолечением никто не занимался, эффект обычно очень быстрый, многие называют это эффектом, сравнив с эффектом, прям на игле называется, то есть только человек там помазался, нагололся и так далее, буквально через несколько часов там уже, так скажем, с мужа не слазит, причем, ну, кто может зайти ко мне на страничке, там, на сайт, там, икалинчев.ком, например, ну, в интернете ведете, легко найдете меня, там таких отзывов очень много, вот, если зайти на страничку фейсбука и под этими же публикациями посмотреть комментарии, то вы увидите там достаточно много прямых комментариев от людей, девушек, которые подтверждают этот эффект, ну, то есть легко проверить, что не я сам это все насочинял, вот, ну и плюс 12 тысяч друзей подписчиков в фейсбуке, они с неба не упали, естественно, это видно по количеству комментариев, что это живые люди, и большинство из них ко мне пришло по рекомендациям от кого-то, кому я помог раньше. Ну, и основная масса, это ко мне, моих клиентов, это, конечно же, девушки, женщины, которые обратились по поводу пропавшего либидо. Я себя, поэтому в шутку называю доктор либидо, потому что, ну, так получается, что это основной мой контингент, наверное, процентов 80 моей клиентуры, это как раз такие девушки и женщины. Вот, но, слава Богу, это лечится очень-очень легко и быстро, вот, именно вот эти проблемы. Обещать, что у девушки, вот, описанные, ну, вот, о которой мы говорим в этом, в данном случае, все вернется на место, и все у нее там заработает свое, не берусь. Возможно, ей по жизни надо будет применять препараты с заместительной гормональной терапией, те или иные. В ее вопросе, как бы, мелькает, что она это раньше делала, насколько я понимаю, до какого-то возраста, и все было хорошо. Ну, значит, и надо было продолжать, и это абсолютно безопасно. Не надо путать оральные контрацептивы с заместительной гормональной терапией, это абсолютно два разных класса препаратов. Ну, это как сравнить дорогое вино и самогон, да, но мало мы найдем случаев, когда кто-то дорогим вином спился и алкоголиком стал, да, в общем, это вещи несовместимые, как правило, то есть это вещи, которые пьют, там, не знаю, там, пару бокалов в неделю, да, ну, к примеру, вот, а самогон пьют литрами и так далее. Поэтому вот все вроде алкоголь, но абсолютно разный эффект. Так вот здесь то же самое. Препараты заместительной гормональной терапии, это так называемые биоидентичные гормоны, то есть такие же, как у нас в крови с вами. У человека их мало, мы их просто возмещаем, извне добавляем. А оральные контрацептивы – это синтетические гормоны, которые подавляют все свое, то, что у нас в крови. И в чем еще принципиальная разница? Заместительная гормональная терапия, она, как правило, обладает вообще стимулирующим эффектом, то есть она способствует тому, что наши собственные гормоны начинают вырабатываться. Ну, я женщин беру в данном случае. А гормональный контрацептивный ворот все подавляет. Ну, это их основные механизмы действия – подавить. Вот в этом аспекте так. Что еще здесь можно сказать? Да, в принципе, наверное, я на все ответил. Более предметно все равно надо разбираться в ее нюансах, поэтому пусть обращаются. Если у кого-то есть подобные же проблемы, тоже обращайтесь, пишите, там контакты достаточно легко найти. Майя. И спасибо за вопросы, спасибо, что смотрите материалы, которые я сделал для канала Егора Рубановича. И Егору спасибо за дружбу и за то, что не забывает и пишет, дает задания определенные. Мне это очень приятно, потому что Егор, конечно же, звезда Ютьюба, звезда интернета, его видео, которые смотрят много тысяч человек. Это очень серьезное достижение. И я горжусь нашей дружбой. Спасибо всем. До свидания. Надеюсь, что вам было полезно это видео. Огромное спасибо моему другу, доктору, который откликается всегда на наши с вами просьбы. И если у вас есть какие-то вопросы, действительно серьезные вопросы, задавайте, возможно, мы сделаем еще для вас специальные ролики. И обращайтесь, конечно, напрямую непосредственно к Алексею. Он вам поможет за относительно небольшую плату. Но вы получите действительно грамотные советы, грамотные рекомендации. Большое спасибо, Алексей, за такой отзыв обо мне. Я тоже ценю нашу с тобой дружбу. Надеюсь, мы и дальше будем помогать друг другу, как, в принципе, и должны поступать настоящие друзья. Всем пока, друзья. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин